В подмосковной истории сегодня стартует первый полуфинал конкурса «Лидеры России». Конкурс организован по поручению президента. Его цель – найти эффективных руководителей нового поколения. Подробности у нашего корреспондента Екатерины Кадышкиной. В полуфинале около 2700 участников конкурса. Выбор был действительно жестким. Заявки подавали управленцы, руководители различных компаний, предприятий, заводов со всей страны. Из 200 тысяч заявок выбрали только половину. Ну а в полуфинал на очный тур вышло всего около 3000 человек. Действительно, задания были непростыми. Большой профессиональный опыт и серьезная подготовка здесь требовались. Конкурс «Лидеры России» проходит впервые, но не последний раз. И вот как отмечают организаторы, несмотря на то, что часть участников могла не дойти до полуфинала, в любом случае они получили большой профессиональный опыт и возможность принять участие в конкурсе в будущем году. Инициатором конкурса был президент Российской Федерации. И цель его – выявить сильных управленцев страны, помочь тем, кто проявляет свои сильные стороны, как-то продвинуться, показать себя, рассказать о себе, сравнить себя с другими. Победители ждут очень много разных возможностей. Это и образовательные проекты, и работа с наставниками. Стране нужны квалифицированные управленцы. А где будут эти квалифицированные управленцы применять свои силы – это ваш выбор. Если квалифицированный управленец будет работать на производстве, это отлично. В Московской области проходит последний полуфинал. Все регионы, все федеральные округа уже написали очные этапы. Здесь последние 600 человек из Центрального федерального округа проходят конкурс уже, что называется, очно. Для того, чтобы Россия развивалась, для того, чтобы страна динамично развивалась, нужны новые лидеры, нужны новые управленцы, которые будут заниматься, войдут в различные сферы, в различные отрасли, которые за собой поведут, которые будут принимать смелые решения, не бояться этих решений. У нас в Подмосковье большие планы по модернизации, по управленческому совершенствованию. Поэтому мы ждем вас и в системе образования, и в бизнес-индустрии, и в системе здравоохранения. Конкурс лидера России стартовал, участники отправились выполнять задания. Продолжаться конкурс будет один день сегодня и в течение недели. Но я отмечу, что задания находятся под строжайшим секретом. Мы станем известны только после объявления результатов.